Сегодня у нас необычный тест, потому что мы будем сравнивать Infinity и Infinity. Один из участников это новый GX, который сразится с признанным королем спортивных кроссоверов FX. Они близки по размерам, цене и оснащенности, но при этом совершенно разные. Играет музыка. По размерам кроссовера это спортивный FX и совсем уж большой восьмиместный QX. GX постарался взять лучшее от обоих. Так, по размерам салона и практичности он близок к QX, самому крупному автомобилю на российском рынке. У него тоже трехрядный салон и огромный багажный отсек, который можно увеличить складыванием сидений. Несмотря на то, что это достаточно крупный кроссовер и может сложиться впечатление, что по управляемости он должен быть ближе к QX, то есть таким американским угольным, на самом деле наш опыт показывает, что GX как раз таки ближе по управляемости, по ощущениям за рулем к своему младшему брату FX. У GX достаточно информативный руль, хорошая курсовая устойчивость и плавные предсказуемые реакции на действия водителя, поэтому в гражданских режимах разница между автомобилями почти не ощущается. Но как только начинаешь искать предел сцепления шин, FX без труда берет вверх. В нем чувствуется спортивная закваска, которая делает экстремальную езду интересной. Руль тут достаточно тяжелый, то есть он обозначает потенциал автомобиля, но в то же время это не ТВР, то есть чихнуть за рулем и не улететь с дороги в принципе можно. При этом чем быстрее начинаешь ехать, тем больше машина напрягает свои мускулы, это чувствуется по педали тормоза и по тому, как она реагирует на руль. И честно говоря, вот в самых критических режимах, когда начинаешь ехать действительно быстро, ограничением становятся скорее вещи в багажнике, которые начинают там просто громыхать и летать и мышцы твоей шеи, потому что Infiniti способен развивать достаточно серьезные перегрузки в поворотах и к этому надо быть готовым. В поворотах автомобиль идет достаточно плоско, при этом если ты перешел какую-то грань разумного, тебе кажется, что сейчас начнется недостаточно поворачивать, то есть на самом деле автомобиль начинает подруливать задней осью, но если и это не помогло, то он уходит в плавный занос, который контролирует система стабилизации. То есть в принципе для искушенных водителей эта машина позволяет ехать действительно азартно, действительно на грани риска. Но что мне больше всего лично понравилось, что даже не доводя до таких экстремальных скольжений можно получать удовольствие за рулем. GX плавнее, в поворотах он больше кренится и не так сильно сопротивляется скольжению. Однако в гражданских режимах эти особенности практически не проявляются и на первый план выходит удобство управления динамикой. У автомобиля очень мощный двигатель, 263 лошадиных сил, соответственно к динамике тут никаких вопросов нет, но особенно нам понравилась работа автомата. И дело даже не в том, что когда нажимаешь педаль в пол, он обеспечивает прекрасное ускорение, больше всего понравилось как он работает в переходных режимах. Когда вы готовитесь выйти на обгон, вы нажимаете педаль и мгновенно двигатель оказывается в зоне рабочих оборотов, то есть практически максимальный. Эта чувствительность очень сильно облегчает многие маневры, то есть коробка передач работает без малейшей задумчивости. Infiniti FX 37 заметно мощнее, у него 333 лошадиные силы, а потому и темп разгона выше. Динамика разгона, даже несмотря на автоматическую коробку передач, более чем уверенная, неприличные скорости. Автомобиль набирает буквально быстрее, чем успеваешь сообразить, что это неприличная скорость. Нравится нам звук двигателя, он добавляет такой спортивной харизмы автомобилю. Управляемость, надо сказать, для обычных дорог просто за гранью. То есть машина настолько крепко держится за асфальт, что скорее сам вспотеешь, чем доведешь ее до каких-то действительно экстремальных режимов. Оба автомобиля понравились высоким уровнем комфорта. Подвеска GX мягче и деликатнее справляется с неровностями. Однако и в этой дисциплине FX не намерен сдаваться без боя. Подвеска не кажется жесткой. Она отрабатывает все крупные неровности, ты их чувствуешь. При этом минимум вторичной раскачки и минимум разного рода болтанки, которые субъективно неприятны. Поэтому даже по плохим дорогам автомобиль идет достаточно уверенно. Единственное, у него легкая, сравнительно легкая задняя часть. Поэтому на сильных изломах рельефа бывает ее как бы подбрасывает. Если салон Infiniti FX оформлен в таком спортивном модернистском стиле, то в Infiniti JX использованы многие интересные решения Infiniti последних лет. Я имею ввиду вот эти гнутые сложные трехмерные поверхности, которые сочетаются с такими классическими вставками. Это натуральный шпон, это натуральная кожа, это общая такая гармония салона. При этом есть вкрапления и таком тоже модернистского стиля, например, оформление приборов. Они оптитронные, очень ясные. При этом есть мини дисплейчик, на котором отображается информация о поездке. Он сделан так, что буквы кажутся трехмерными. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Будучи премиальным автомобилем, Infiniti имеет абсолютно все средства комфорта, включая сидения с вентиляцией, подогревом и памятью, включая разнообразные мультимедийные системы. В сегодняшней нашей поездке особенно нам помогал так называемый Round View Monitor. Это система, которая позволяет видеть автомобиль как бы сверху, с высоты птичьего полета. Когда пытаешься проехать где-то по тесному лесу или объехать коварное препятствие, где есть камни невидимые с места водителя, эта система очень сильно выручает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С точки зрения проходимости оба автомобиля не предназначены для сурового бездорожья. Зато на разбитых дорогах добавляют позитива. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда мы съехали на такую вот проселочную дорогу, в прошлом году на легковой машине, то насобирали здесь шишек Infiniti. Позволяет ехать гораздо более спокойно. Скажем так, у него есть 4 дополнительных сантиметра уверенности под килем. Плюс достаточно жесткая спортивная подвеска сводит к минимуму вторичную раскачку, что очень хорошо при штурме вот таких вот препятствий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эти автомобили построены на совершенно разных платформах. FX использует традиционную для Infiniti платформу FM, которая есть у большинства спорткаров марки, тогда как для GX выбрана база большого кроссовера. Это определило характеры автомобилей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Любой из нас мечтает водить купе или какой-нибудь спортивный автомобиль, но если на самом деле купить такую машину, то выяснится много недостатков. То есть она, скорее всего, будет низкой, тесной, маломестной. Для тех, кто хочет иметь спорткар, но при этом использовать его каждый день, предназначен Infiniti FX. По сути дела, это автомобиль, построенный по всем канонам спорткаров. У него даже идеальная развесовка, у него по умолчанию задний привод с подключаемыми передними колесами и у него очень отточенная управляемость. Но при этом, во-первых, это кроссовер, во-вторых, у него достаточно вместительный салон. Ну, по меркам спорткаров это вообще был бы минивэн. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но JX еще вместительнее, причем в заботе о пассажирах здесь уделено самое пристальное внимание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если Infiniti FX в большей степени, наверное, адресован людям молодым, которые еще не обзавелись большой семьей, которые много времени проводят в машине одни или вдвоем, то у JX очередной настрой на семейные ценности. То есть это автомобиль крупный, у него три ряда сидений, причем задний ряд здесь достаточно вместительный по меркам класса. У него багажник, который позволяет даже при семиместном салоне увезти поклажу, чем могут похвастаться не все автомобили в сегменте. При этом задние пассажиры тоже не обделены комфортом. У них есть, например, персональный блок климат-контроля. Сиденье регулируется, в том числе по углу наклона спинки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И главное, какой бы из этих автомобилей вы не выбрали, есть еще один весомый плюс – ценовая политика Infinity. JX стоит от 2 353 500 рублей и сразу идет в очень богатой комплектации, тогда как на FX в настоящий момент действуют специальные предложения с выгодой до 480 000 рублей. Подробности у официального дилера марки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...